всем привет продолжаем обозревать обновление игры раст великолепная игра которую я обожаю и жду когда ее закончат собственно говоря потому что я здесь был самого начала экспериментальной версии когда еще был маленький островок и там ничего было делать когда мы строили из костров эти лесенки и так далее теперь такое великолепие ну ладно все хватит let's go я приготовил список изменений которые хочу обозрить обозрить без курсов обозрить плана в этом видео я думаю вы поняли сразу говорю еще раз повторяю что все вот эти вот изменения берут только с официального сайта блог разработчиков раз на английском языке мы начнем не самого начала а с конца сервера да господа сервера то есть теперь можно любому человеку поставить у себя сервер раз то есть разработчики выложили такую информацию программу и так далее теперь вы видите что серверов стало гораздо больше это не официальные сервера да а здесь есть пара официальных стандартные остальные подняли обычные люди то есть даже вы можете зайти на сайт скачать программу и поднять сервер у себя но разработчики сразу написали вы можете поднять сервер но учтите обновление выходит так утрированно написали по 20 раз в день поэтому вы поставите сервер вам еще нужно будет его обновлять под вас рождение это конечно утрированно обновление выходит по два раза в день примерно но у вас с гео все выбираем любой сервак я пойду вот на это здесь пинку меня сотка отлично у из гео на этот сервер все идем дальше по списку и сначала мы ждем пока загрузится сейчас опять немножко нагрузили я уже говорю что такое бывает что они вносят изменения раз нагружается тормозит потом убирают и так далее оптимизируют это немножко будут подлагивать но ничего страшного нам этого хватит у меня сейчас вот здесь я стою 20 fps 22 fps при том что я записываю без записи примерно 30 ппс был у меня компьютер слабенький но речь не об этом у с гео поехали по списку добавят самолет да господа помните раньше втором расти был самолет который скидывает ящики в новом расти будет тоже самое идем дальше так нам нужно будет построить я уже показывал прошлом выпуске когда я строил ну-ка давай давай а это жму значит и потупил помните когда я строил прошлый раз домик у меня в инвентаре было 6 и ты мог да там двери дверной проем окна потолок теперь это все будет в одном меню то есть у нас вот в первом слоте видите у меня фундамент я нажимаю правую кнопочку и могу менять то есть разработчики сказали что конечном итоге это так и будет выглядеть да но само собой меню будет красивее само собой его переведут нормально потом на английский на русский язык это само собой понятно мы можем выбирать можем строить да ну наверное так все таки удобнее главное привыкнуть да мне не привычно так использовать меню так вот у нас вход а здесь можно лесенку построить вот так вот да то есть а изменили менюшку опа 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 и вот так вот все домик готов за считанные секунды мы сделали себе домик но потом еще раз говорю что меню будет красивее потом разработчики еще написали да что они очень рады что на этой неделе наконец-то они ввели строительство я про это говорю про потолок про дверной проем про окна разработчики очень рады га что большой груз плеч и они сразу сказали что элементов строительства будут гораздо больше чем первом расе то есть такие декорации там варианты построек и так далее то есть дома будут разнообразные никак первом расе все дома похоже не такого больше не будет я уже говорил что текстуры домов потом будет красиво это сейчас серый потому что это просто модель она текстуры вообще это просто модель одним цветом без текстуры даже нет вообще никак идем дальше так про меню сказал добавили облака раньше были облака но видите добавили теперь динамические облака вот они динамика ценим вот двигается и так далее теперь изменили текстуры местности но они часто обновляют текстура текстуры стали очень красивые также изменили текстуры перехода то есть когда например идет песок или земля а потом начинается снег и вот изменили раньше был текстура перехода градиентом да то есть от одного цвета к другому и так переливалась а теперь по идее все будет гораздо красивее я смотрю на картинках если не могу показать потому что на снега нету именно здесь идем дальше теперь очень важное обновление для оптимизации деревья вдалеке это я так назвал то есть когда мы видим обычное дерево в близи дерево находится в режиме 3d но когда мы смотрим на деревья вдалеке смотрите ответе чаще секунду пойдем подальше ну давай исчезаем но так дальше тут то есть теперь а вдалеке деревья будут видеть 2d это конечно же гораздо хорошо то есть это будет экономить на фпс меньше будут фпс проседать что деревья даже не исчезают нога где подождите а где были деревья я что потерялся слегка стоп а вот они возможно я здесь не смогу показать потому что сервак это возможно еще не обновлялся но суть в том что потихонечку будут исчезать дальние деревья нет они не так исчезают они по-другому исчезать давайте даже посмотрим я покажу по моему это именно на этом сервере не обновили я надеюсь что здесь у нас день пожалуйста я уже видел да да результат пробуем здесь смотрите вот и вот вот об этом я говорю наш там деревья не обновили смотрите видите вдалеке дерево его плохо видно вот она исчезает видите по мере того как я убегаю от него вот то есть его сейчас нету а потом появляется но по-другому будет немножко работать но вы суть поняли да что вот у те деревья которые находятся на левой стороне они 2d то есть статическое изображение которые фпс вообще не напрягают а когда мы будем подходить плотную они будут 3d она идем дальше добавили шрейдеры даже не добавили а изменили видите теперь вот а мы так сияем до солнце отражается то есть угроза красивее 100 вот мы светимся прям здесь работают шрейдеры обновленную потом опять изменили скалы я уже говорю прошлый раз про скалы когда показывал такие овальные большие скалы теперь их тоже добавили новые виды также они начали распавниться в воде там и так далее в лесах потом ну разработчики написали что они улучшили карту да но мы не увидим этого скорее всего имеется ввиду там рельеф то есть там а новые локации сделали ну да это мы не увидим никак сожалению потом факел да разработчики сказали что будет изменен факел то есть он будет не таким он будто это белым такой типа ткань будет или типа от канада но такие похожая тема то есть он будет белый другая модель короче говоря будет то есть у нас сейчас не конечная модель работа изменена так ну и все все список закончился я вам все показал рассказал да все что хотел мы видим там далеки кто-то стоит что-то меня убьет если я успею взять то я убью его i'm free and промахнулся ну давай все убил так мы друзья нормально так спи красотка вот вы видите да строят разные постройки оригинальные разработчикам это тоже нравится их это вдохновляет когда игроки строят оригинальные постройки видите деревья да опа и она видите не двигается то есть он то который полупрозрачное то есть анастатическое изображение но это правильно молодцы ну все все изменения я вам показал ну и последнее что я хотел сказать да что уже сделали модель для кабанов и для медведей то есть изначально не модели а анимацию извиняюсь анимацию то есть модель уже готова для кабана медведя волка и оленя но у них не было анимации то есть анимация была только у волка теперь сделали анимацию кабану и медведю поэтому ждем что скоро появится уже медведи и кабаны в экспериментальной версии мы сможем на них смотреть и убивать их давайте еще раз пробежимся быстренько по списку и закончим на этом так ну во первых это самолет который скидывает груз он тоже будет в новом расти во вторых переделали меню создание строительства то есть теперь мы можем выбирать вот таким вот образом а я могу строить на чужой территории могу да ну само собой пока здесь нету приватизации вот так вот так потом добавили облака да бата изменили текстуры также обновили текстуры перехода местности потом обновили шрейдеры очень красиво теперь смотрится обновили скалы добавили новые виды и добавили новые места респауна вода и так далее улучшили карту неизвестно как потом сделали новую модель факела потом она появится экспериментальной версии пока она старая пока мы видим старую версию и добавили возможность чтобы любой бог скачать сервер и установить себе теперь это конечно полезно именно сейчас чем для теста для тестирования пускай люди ставят сервера пускай не тестируют смотрят на баги на нагрузку самое главное и заметьте теперь стандартная вмещаемость у серверов 500 человек 500 человек это стандартная вместимость сервера вы слышите меня вы представьте вы заходите на сервер там играет 500 человек поверьте господа это будет игра года все всем спасибо за просмотр всем пока